Привет! Сейчас ты увидишь новые полезные автотовары. Их можно приобрести на распродаже. В конкурсе разыграем одну из вещей. Поехали! Xiaomi сделали полезность для автомобилиста. Бустер 70 Mai. Девайс выдает ток 250 Ампер при 12 Вольтах, а также 600 Ампер кратковременно для запуска. Емкость литий-полимерного АКБ, который во много раз превосходит литий-ионные, которому, к слову, нужно 5 часов для зарядки, составляет честных 11100 мА. На полном заряде он десятки раз запускает движок авто. В комплекте идут крокодилы, провода и блок управления. Устройство оснащено фонарем и 10 уровнями защиты. Конечно, можно использовать и в качестве привычного пауэрбанка. Вещь! Xiaomi Smart Pump. Новейший продукт, который может накачать мячи, шины велосипедов, мотоциклов и даже автомобилей. Внешне он похож на пауэрбанк с газовой трубкой в виде дужки замка. В насосе нет кнопки питания. Для начала работы достаточно вытащить трубку. Выставил необходимое значение на дисплее, далее он сделает свою работу. Полного заряда батареи хватит на то, чтобы накачать 5 автомобильных, 8 велосипедных шин или 7 футбольных мячей. Автомобильное зарядное устройство, совмещающее в себе функции нескольких полезных гаджетов. Оно оснащено двумя USB-портами для зарядки электроники, FM-передатчиком, Bluetooth-модулем для беспроводного подключения и микрофоном для разговоров hands-free. Есть вольтметр для замера напряжения бортовой сети. АЗУ подключается к стереосистеме авто и может воспроизводить музыку с телефона или планшета, а также проигрывать треки с флешки или карты памяти. При этом звук чистый, сигнал четкий, а по отзывам на голову выше того же аналога Руидми. Во время оклейки автопленкой иногда нужно осуществить подрезку, не повредив лакокрасочное покрытие. Тонкий нож-леска в самоклеющейся ленте является режущим инструментом, легко и четко прорезая наклеенную поверх виниловую пленку. Нож позволяет делать прямые и любые изогнутые линии и углы. Для работы нужно разместить самоклеющуюся ленту с нитью вдоль намеченной линии разреза, наклеить обычным способом виниловую пленку на поверхность и затем протянуть нить на себя через винил. Некоторые привыкли к проекторам скорости или тахометрам, вынесенным на торпедо. А как насчет хедап дисплея, который можно подключить к бортовому компьютеру и удобно отображать многие значения, классифицируя их по своему усмотрению? Устройство с понятным и простым интерфейсом и множеством выводимых параметров. Нужна ли скорость, напряжение бортовой сети, температура охлаждающей жидкости и многое другое. Отсекатель выхлопа – устройство, которое поможет дистанционно включать прямоток по своему желанию. Такой переходник устанавливается на выхлопную трубу после резонатора и до банки глушака. Конструкционно имеет заслонку с электронным приводом, управляемую по радиоканалу. Отсекатель позволит направлять выхлоп напрямую, либо прикрывать заслонку, добиваясь звука как при стоковом варианте, который иногда может и надоедать. Эта новинка сочетает в себе функции автомобильного держателя для смартфона и беспроводного зарядника, у которого есть моторизированный зажим и двойная система охлаждения. При поднесении телефона он разжимается и позволяет установить гаджет, затем надежно фиксирует его в посадочном месте. Крепление автодержателя осуществляется на решетке воздуховода. Наиболее практичный вариант, ведь телефон всегда под рукой, за ним не нужно тянуться и он не закрывает обзор на лобовом стекле. Лазерный излучатель – прогрессивное направление в автомобильной светотехнике, так как имеет немало преимуществ перед остальными типами. Беспрецедентная яркость и экономичность, его видно даже в самую плохую погоду. Лазер прекрасно просматривается и в туман, и в дождь. Стоп-сигнал имеет граничную полосу, служащую дополнительным психологическим фактором для едущего сзади водителя, непроизвольно вынуждая его держать безопасную дистанцию. Всесезонный тент послужит в любое время года. Он водонепроницаем и сделан из алюминиевой фольги и нетканного хлопка, что позволяет отражать солнце летом, защищая салон и торпеда от чрезмерного нагрева. Зимой же чехол сэкономит время, которое уходит на очистку лобового стекла от снега и обледенения. Тент закрывает лобовуху и крепится рукавами за двери. Доступен в двух размерах. Простое и эффективное устройство для очистки форсунок топливной системы. Оно представляет собой автономный генератор импульсов, который имитирует режим холостого хода работы двигателя и позволяет в домашних условиях с использованием недорогих подручных материалов достаточно качественно выполнять чистку форсунок с визуальным контролем выполняемых работ. Комплект включает пару насадок масляного распылителя, чистящие головки и провода для подключения к аккумулятору. С помощью этой магнитолы можно легко управлять смартфоном, для которого на передней панели установлен раздвижной держатель. Он же послужит своеобразной подставкой для экрана магнитолы, при подключении к ней смартфона по Bluetooth. Магнитола имеет укороченный форм-фактор по сравнению с обычными и специфическую конструкцию со шторками, под которыми находятся основные гнезда и элементы управления. Автомобильный пылесос, который избавит от мелкого мусора и пыли в багажнике, чехлах, карманах дверей и обивке сидений в дорожных условиях. В комплекте идут несколько насадок, чтобы вычистить пыль на кожаных или пластиковых, а также металлических поверхностях. Компактное устройство оснащено функцией сбора воды и работает от гнезда прикуривателя 12 вольт. Задний стоп-сигнал и противотуманная фара стиля болида Формулы 1. Помимо чисто эстетических предпочтений, ведь многие гонщики в душе, такой стоп-сигнал чрезвычайно эффективно использовать в темное время суток на загородных трассах в плохую погоду. За счет отражателей вокруг каждого светодиода свет фары очень хорошо фокусируется и прекрасно заметен водителем. Сигнал универсален, имеет два режима работы и легко устанавливается в нижней части бампера изнутри по центру. Масляный ручной насос. Приспособление, которое пригодится для откачки и замены масла на мото- и велотехнике, а в некоторых случаях и в автомобилях. Состоит инструмент из банки емкостью 2 литра, на крышке которой смонтированы резьбовые переходники для соединения с двумя полиуретановыми шлангами. Один конец помещается в емкость для откачки, а на конце второго смонтирован ручной насос. Конструкция простая и позволяет откачивать масло, особо не пачкаясь. Только для лучшей герметичности нужно поставить прокладку под крышку резервуара. Настенная пена, которая защитит автомобиль от сколов и царапин, когда уже припарковался в гараже, нужно достать вещи и забываешь аккуратно открыть дверь. Наверняка от этого страдал почти каждый. Так вот, двухметровый рулон шириной 20 см и толщиной на выбор 3 или 6 мм крепится на необходимом уровне на стену в гараже и служит протектором. Хотя некоторые берут его с собой и клеят на двери своего авто на стоянках, чтобы не получить удар от двери соседнего авто. Выключатель массы. Устройство, состоящее из подвижного и неподвижного контактов, пружины и винтового механизма. Установка изолятора поможет предотвратить пожар в экстренном случае, быстро отключив минусовой контакт аккумулятора от корпуса автомобиля. Полезен во время ремонта, а также убережет АКБ от разряда во время длительного простоя. В 21 веке пора уже забыть про устаревшие железные знаки аварийной остановки, которые лишь занимают место в автомобиле. Новый аварийный многофункциональный фонарь с четырьмя режимами работы. Этот прибор можно применять и для подсветки в гараже, в походе или мастерской, потому что он укомплектован светодиодами красного и белого свечения с различной мощностью. К тому же фонарь может пригодиться в качестве пауэрбанка с USB-выходом для зарядки от собственных элементов питания. Химическая полировка фар паром. Что это? Китайцы ответят. Новый тренд. Совсем несложно и осень холосо. Итак, комплект состоит из чашки чайника, куда наливается небольшое количество жидкости, включающие синтетические смолы, талуол и метиленхлорид. Зашкурив фару наждачной бумагой, чайник включают в сеть и, приблизив носик к поверхности, равномерно обрабатывают паром. Метод позволяет просветлить и восстановить пластиковые стекла, включая задние, противотуманные и прожекторные фонари. Термочашка из нержавеющей стали с двойными стенками и герметичной крышкой. Такие кружки берут с собой в дорогу любители горячего кофе или других напитков. Чашка хорошо подходит для подстаканника, имеет прорезиненное дно и специальную откидную крышку, в которой есть поилка и фильтр-разделитель. Так что, к примеру, чай можно заваривать прямо в кружке. Благодаря уплотнительному кольцу содержимое не проливается, даже в перевернутом состоянии. А температуру чашка держит несколько часов. Как ты думаешь, где можно применить, помимо замков и смартфонов, датчик отпечатков пальцев? С помощью микроконтроллера его используют для создания биометрической системы безопасности для защиты ТС от несанкционированного доступа. Неслабо. Однако датчик не запускает двигатель. Он активирует и деактивирует реле стартера, которая запрещает или разрешает запуск двигателя. Однако умельцы уже сделали и запуск на байках с его помощью. Для качественного радиосигнала за городом практически всегда требуется доработка. Этот универсальный усилитель убирает лишние шумы и помехи и ловит самый слабый сигнал. Устройство не требует разбора и изучения электросхемы, а подключается ко входу магнитолы, используя в качестве питания бортовую сеть и позволяет слушать любимые радиостанции даже вдали от цивилизации. Тестер проводки прицепа – устройство, необходимое для проверки правильности подключения проводов в вилке прицепа или розетке фаркопа. Для диагностики достаточно подключить устройство и нажать кнопку на корпусе. Светодиодные индикаторы покажут, правильно ли подключен прицеп. Тестер имеет семиразъемный контактный штекер. Топливозаправочный пистолет со встроенным счетчиком – как решение для контроля заправляемого количества топлива – дизеля, керосина или бензина. Присоединив пистолет к заправочному шлангу, на дисплее будет видна вся информация. Принцип измерения счетчика – турбина, которая практически не имеет сопротивления и подходит для измерения многих видов жидкостей. Такой расходомер способен без дополнительного оборудования полностью организовать контроль заправляемого или переливаемого топлива. Магнитный коврик, который отличается силой удержания различных инструментов. Не оставляя следов, он крепится к металлической поверхности и позволяет находиться под рукой ключам, пассатижам и прочим незаменимым вещам при ремонте на месте, чтобы не терять время на поиск и не звать помощника «принеси-подай». Установка воздухозаборника на капот автомобиля – это далеко не всегда понты. Хотя после его установки авто приобретает новый вид и смотрится даже спортивно и агрессивно. Но функционально это изменение обеспечит дополнительный приток воздуха извне. Двигателю станет легче дышать за счет более плотного сгорания топлива внутри цилиндров, что в конечном итоге может привести к определенному приросту мощности автомобиля, особенно на высоких оборотах. Инновационное устройство среди автомобильных аксессуаров Smart Cap представляет собой подстаканник с функциями подогрева и охлаждения тары. Внутренняя колба аксессуара способна нагреться до 60 градусов и охладиться до минус 4 за 2 минуты, информируя о режиме красной и синей подсветкой соответственно, и позволяя напитку не так быстро остывать зимой и наоборот не нагреваться летом. При этом внутрь помещается одноразовый стаканчик кофе, жестяная банка или бутылка на пол-литра. Работает от прикуривателя, мощность устройства 36 Вт. Если ты рыбак, то часто сталкивался с проблемой перевозки на автомобиле, спиннингов и нескладных удилищ. Конечно, можно воспользоваться веревками, однако существуют специальные ремни, которые решают данную задачу. Нужно закрепить их под потолком и отрегулировать нужную длину, после чего остается продеть в проушины держатели удилища, дополнительно закрепив их липучками. В таком положении снасти не будут мешать ни водителю, ни пассажирам, не перекроют угол обзора, не будут болтаться и вообще никуда не денутся с подводной лодки. Настенная пена, которая защитит автомобиль от сколов и царапин, когда уже припарковался в гараже, нужно достать вещи и забываешь аккуратно открыть дверь. Наверняка от этого страдал почти каждый. Так вот, двухметровый рулон шириной 20 см и толщиной на выбор 3 или 6 мм крепится на необходимом уровне на стену в гараже и служит протектором. Хотя некоторые берут его с собой и клеят на двери своего авто на стоянках, чтобы не получить удар от двери соседнего авто. Чтобы обеспечить дополнительную защиту бампера как наиболее выступающую часть авто от мелких механических повреждений, часто применяются конусообразные шипы. Устанавливая как в передний, так и в задний бампер, они дадут наглядно понять оппоненту, что не нужно слишком тесно прижиматься. Шипы сделают сатисфакцию любителям поцарапать и молча быстро уехать. Подлокотник, который устанавливается в распор между сиденьем авто и центральной консолью. При этом его можно отрегулировать по высоте. Однако он предназначен не только для поддержания руки во время езды. Внутри находится отсек, куда можно убрать всю мелочь. Он же служит и в качестве беспроводной зарядки для устройств, поддерживающих данную технологию. Подключается к прикуривателю с помощью USB-выхода. Переходник, который отлично подойдет в ситуациях, когда не хватает длины ремня безопасности. Например, для детских автокресел, для беременных женщин, для людей крупного телосложения или с ограниченными возможностями. Переходник есть стандартный и с длиной пряжки 22 см, что позволит по необходимости существенно удлинить стандартный ремень безопасности. Воздухоочиститель-озонатор. Это ли не мастхэв в 21 веке? Прибор уничтожает сигаретный дым, пыль, микробы, неприятные запахи, растительные и бытовые аллергены путем озонирования и ионизирования воздуха. При всех своих плюсах отмечу, что озонатор необходимо включать в пустом помещении или автомобиле, так как при всех своих дезинфицирующих свойствах он также снижает уровень кислорода. Поэтому приносить пользу он будет при правильном использовании. Сегодня разыграем LED-знак остановки с фонарем. Для того, чтобы принять участие, нужно подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Итоги подведу через неделю в моем видео. Всем удачи и пока!